Бисмиллахи ррахмани ррахим Вассалату вассаламу аля Расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин ама баад Уважаемые зрители, сегодня мы с вами пройдем 86-ю суру Священного Корана суру Ат-Таарика Сура, как вы заметили, состоит из 17 аятов Итак, мы начинаем Первый аят С огласовки ва уходим на удвоение синь И так как синь со свойством свист удерживаем Удлинение в размере четырех огласовок После долготы нужно максимально четко произносить огласовку кесра буквой хамза Нужно быть максимально внимательным чтобы звук вау не произносилось ва-та так как твердый звук влияет на предистоящий звук который является у нас вау И нужно начинать ва-та удваиваем Здесь у нас долгота в размере двух огласовок удлинение долготы вот так скажем так в фатхе ва-та-ри-ко ва-та-ри-ко ри максимальное мягкое произношение огласовки кесрида и при остановке каф огласовка аннулируется таким образом получается у нас ва-с-с-а-ма-а-и ва-та-ри-ко и у нас здесь правило талкала которое нужно максимально произносить правильно ва-та-ри-ко ри-ко и-ко и-ко Итак, второй аят Удлинение в размере двух огласовок, удлинение. После мягкого произношения, Даль, со свойством взрывность, Удлинение в размере двух огласовок С огласовки над звуком МИМ уходим на ТА и таким МЭТТАРИК. Ни в коем случае нельзя произносить МАТТАРИК МА, чтобы твердость ТА не влияла на мягкий звук МИМ. Удлинение в размере двух огласовок здесь, Фатха удлиняется, МАТТАРИК, здесь в данном случае аннулируется Дамма, Уходит в СУКУН и со свойством КАЛКАЛЯ произносим КАФ, и таким образом второй аят, Третий аят, обратите внимание, Здесь вот так как существительным начинаем с Фатхи, Удержание, нозализация в размере двух огласовок, так как она нозализованная звук, НУН, удержание, аннаджи, применение с КАЛКАЛЯ, джим, звук, является одним из пяти звуков со свойством КАЛКАЛЯ, аннаджи, иди, ни в коем случае оно не должно звучать как Ж, аннаджи, наджи, что является грубой ошибкой, Потому что у звука ЖИМ нету вот этого свойства Ж, как ТАФАЩИ, Ш, есть, наоборот, полная противоположность, взрывность, Аннаджи, иди, иди, аннаджи, му, аннаджи, му, согласовки Дамма, уходим на удвоенный звук СА, удваиваем, Аннаджи, мус, мус, са, мус, са, потом удлинение в размере двух огласовок ФЭТХИ, и КАФ, мягкое произношение, и при остановке Дамма, у буквы Б, аннулируется, и уходит в СУКУН С, со свойством КАЛКАЛЯ, Итак, аннаджи, мус, са, кибы, вот здесь у нас долгота в размере двух огласовок, естественное удлинение, аннаджи, мус, са, кибы, аннаджи, мус, са, кибы, Итак, четвертый аят, обратите внимание, ИНКУЛЛУ НАФСИЛЛАММА АЛАЙХА ХАФИЛЛУ Итак, ИНКУЛЛУ, четкое и ясное произношение КАСРЫ, ИНКУЛЛУ, удержание сокрытия в размере двух огласовок, ИХФА, КУЛЛЛУ, КУЛЛЛУ, КУЛЛУ, не носовое произношение, а ротовое КУЛЛУ, НАФСИЛЛ, удержать ФА, так как фрикативный звук, если впереди звука со свистом стоит, фрикативный ФА, нужно максимально четко договаривать, НАФСИЛЛ, НАФСИЛЛ, А здесь у нас правило ТАНВИН встречается с ЛАМом, правило ИДГАМ, без нозализации, с ассимиляцией, НАФСИЛЛЛАММА, 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 после удвоения уходим на нозализацию МИМ в размере двух огласовок, после которой ДОЛГОТА в размере двух огласовок ФАТХИ. Итак, обратите внимание, НАФСИЛЛЛЛАММА, НАФСИЛЛЛАММА, 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 НАФСИ разница большая обратите внимание обе гортанные звуки так звуки обе гортанные но нужно разделять потому что кардинально отличается от удлинение в размере двух огласовок при остановке аннулируется танвин дамма и за суконом 4 аят еще раз прочитаем и кулу нафсин ламма алейха фил и так 5 аят переходим уходим сокрытие в размере двух огласовок твердое сокрытие нужно быть очень внимательным чтобы звук я не стала твердым фаль ян зур нет фаль я ян зур ян зур плавный уход с мягкого на твердый их фа мягкое произношение на твердый их фа так как за твердый звук а сокрытие подчиняется после идущему звуку в мягкости в твердости фаль ян зуриль согласовки кесра уходим на лям ян зуриль и сану сокрытие в размере двух огласовок и сану долгота в размере двух огласовок и так фаль ян зуриль и сану мим мим удержание в размере двух огласовок нозализации мим вот здесь одна из самых распространенных ошибок является в том что мим махулик многие удлиняют огласовку фатха два раза мим махулик нужно быть очень внимательным здесь долготы после мимо после второго мимо после удвоенного мимо отсутствует и поэтому мим 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 махулик хулик при остановке аннулируется фатха переходит в сукон и так и со свойством и таким образом у нас получается фаль ян зуриль и сану мим махулик шестой аят обратите внимание хулик мим махулик хулик мим махулик полный идгам с полной нозализацией в размере двух огласовок мим махулик после нозализации удлинение в размере двух огласовок фатха прошу прощения удлинение в размере четырех огласовок мим ма и после долготы у нас сокрытие их фа сокрытие в размере двух огласовок и мягкая она до долгота в размере двух огласовок фи-к при остановке тарвин аннулируется и уходит сукон и обратите внимание хулик мим ма-ин-да-фи-к переходим на седьмой аят я хру-джу мин бай-ни-с-суль-би-вэт-теро ибо здесь у нас долгота тильда в размере четырех огласовок и так мы забыли я хру-джу я хру-джу ха твердый рад твердый поэтому я хру-джу мин бай-ни здесь нозализация полная нозализация в размере двух огласовок мин бай-ни согласовки кесра уходим на удвоенный звук сад твердый я хру-джу мин бай-ни-с-суль-би-вэт-та согласовки фата уходим на удвоенный то вот здесь долгота в размере четырех огласовок фатхи фатха над ра ват-та-ра и б каль-каля у буквы б и так я хру-джу мин бай-ни-с-суль-би-вэт-та-ра и б т-ра и б т-ра и б восьмой аят инна-ху а-ля ради-и-и-хи ла-ко-ди-р и так и-нна-ху чёткое произношение кесри удержание нозализация в размере двух огласовок потом долгота в размере двух огласовок даммы и-нна-ху а-ля-га thirds в размере двух огласовок естественной линии ради каль-как-аля джим после твердого Приостановка аннулируется, и «ра» здесь мягкое произношение. И таким образом, восьмой аят. Переходим на девятый аят. Здесь тоже у нас долгота. Чильду забыли. Согласовки фатха. Уходим на удвоенный син. С удвоением син. Долгота в размере четырех огласовок. Удлиняем. Сара-из. «Ра» в сукун. Переходит в дамма. И мягкое произношение «ра». И таким образом. Десятый аят. «ФАМА ЛАХУ МИН КУВВАТИ В ВАЛА НАСИД». Итак. «ФАМА» – долгота в размере двух огласовок. Удлиняем огласовку фатха над «МИМ». Здесь тоже, естественно, долгота в размере двух огласовок. Удлинение даммы. «ФАМА ЛАХУ МИМ». Здесь «ИХФА» – твердая в размере двух огласовок. Сокрытие. «МИМ КУВВАТИН». Удвоем «ВА». «ТИН» и «ВАУ» у нас правило «ИДГААМ» с частичной нозализацией в размере двух огласовок. «МИМ КУВВАТИ В ВАЛА». Долгота в размере двух огласовок. «ВАЛА НАА» – долгота тоже самое в размере двух огласовок. «ФАТХИ» над «НАМ», над звуком «НУН». «ВАЛА НАА» – СИЛЬ. «САД» – согласовка Кесара. И «РА» при остановке Танвин аннулируется и уходит в СУКУН. И «РА» здесь мягкое. С мягким произношением. И таким образом. Переходим на одиннадцатый аят. «ВАССАМА ИЗАТИР РАДИА». «ВАССАМА» – удвоеваем СИНЬ. «ВАССАМА» – долгота в размере четырёх огласовок. «ВАССАМА ИЗАА» – межзубное произношение «ЗА» и долгота в размере двух огласовок. «ЗАТИ» – с «ТА» уходим на «РА». «РА» здесь твёрдое произношение. После которой «КАЛЬ КАЛЬ КАЛЬ ДжИМ» и при остановке «АЙН» аннулируется огласовка и уходит в СУКУН. И таким образом. «ВАССАМА ИЗАТИР РАДИА». «РА» – «ЗАТИР РАДИА». «РАДИА». 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 «Потом «АЙН». После произношения «КАЛЬ КАЛЬ КАЛЬ» звука «ДЖИМ». Итак, ещё раз. «ВАССАМА ИЗАТИР РАДИА». Итак, девянастый аят. «ВАЛЬ АРДИ ЗАТИ ССАДИА». «ВАЛЬ» – уходим на «ЛАМ». «АРДИ» – «РА» твёрдое, «ДА» с «КАСРОЙ». «АРДИ» – нужно обращать внимание, чтобы «ХАМЗА» не произносилось твёрдо «А». «АРДИ» – нет. «Э» – «АРДИ». «ЗАТИ» – долгота в размере двух огласовок. «ЗАТИ» – с огласовки «КАСРОЙ» уходим на удвоенный «САД». Здесь нужно обращать внимание на тот факт, что «САД» – твёрдый звук, после которого идёт мягкое произношение со свойством взрывности мягкого звука «ДАЛЬ». «САДЫ» – нет. «САДИ» – «САДИ». А потом остановка «АЙН» – аннулируется огласовка «КАСРОЙ» и уходит в «СУКУН». Таким образом, обращайте внимание. «ВАЛЬ АРДИ ЗАТИ С САДИА» – еще раз. «ВАЛЬ АРДИ ЗАТИ С САДИА» – САДИА, САДИА. «ВАЛЬ АРДИ ЗАТИ С САДИА» – 13 аят. Итак, удержание в размере двух огласовок нозализации. Долгота в размере двух огласовок даммы, естественное удлинение. Чёткое произношение «КЕСРОЙ». Здесь в размере двух огласовок сокрытие, мягкое сокрытие. «ФАС» – САД ТВЁРДЫ. «ФАСЛ» – САД ТВЁРДЫ. Здесь аннулируется «ТЕНВИН» – ДАММА и переходит в «СУКУН». И таким образом. «ФА» – МЕХКИ. САД ТВЁРДЫ. И уходим на «ЛЯМ» МЕХКИ. «ФАСЛ» – САД ТВЁРДЫ. Так как САД со звуком свист, нужно до конца договаривать свист свойств. А потом, без огласовки, так как нет огласовки, а потом уходим на «ЛЯМ». Итак, четырнадцатый аят. «ВАМА ХУВА БИЛХАЗЛ» – ДОЛГОТА в размере двух огласовок «ФАТХИ». «ВАМА ХУВА БИЛХАЗЛ» – С ФАТХИ уходим на «ЛЯМ». «БИЛХАЗЛ» – С КАСРЫ БА, прошу прощения. «БИЛХАЗЛ» – АННУЛИРУЕТСЯ КАСРА НА ДЛЯМ, уходят в СУКУН при остановке. «ВАМА ХУВА БИЛХАЗЛ» – С КАСРА НА ДЛЯМ, уходят в СУКУН. Пятнадцатый аят. «ИННА ХУМ ЯКИДУНА КАЙДА» – С КАСРА НА ДЛЯМ, уходят в СУКУН. «ИННА ХУМ ЯКИДУНА» – Долгота в размере двух огласовок «КАСРЫ», вот здесь. «ЯКИДУ» – ТОЖЕ САМОЙ ДОЛГОТА в размере двух огласовок «ДАММЫ», естественное удлинение. «ИННА ХУМ ЯКИДУНА КАЙДА» – При остановке аннулируется ТАНВИН и уходят в размере двух огласовок «Долготы». «КАЙДА» – Итак, «ИННА ХУМ ЯКИДУНА КАЙДА» – Шестнадцатый аят. «ВА АКИДУ КАЙДА» – Долгота в размере двух огласовок. Здесь «КАСРЫ» – «ВА АКИДУ КАЙДА» – или остановка аннулируется ТАНВИН и в размере двух огласовок удлиняем. «ВА АКИДУ КАЙДА» – И последний аят на сегодня. Обратите внимание. «ФАМАХИ ЛИЛ КАФИРИНА АМХИЛ ХУМ РУВАЙДА» – Обратите внимание. «ФАМАХИ» – «ФАМАХИ» – «ФАМАХИ» – «После ударения на «ХА», потом «КАСРА», так как удвоение «ХА». «ФАМАХИ ЛИЛ» – «ФАМАХИЛИЛ КАА» – Долгота в размере двух огласовок. «КАФИРИНА» – Долгота в размере двух огласовок «КАСРЫ» – «ФАМАХИЛИЛ КАФИРИНА АМХИЛ ХУМ». Здесь нету незализации, кроме как свойства, относящиеся к самим звукам «мим». То есть нету «АМХИЛ ХУМ» – категорически запрещено, потому что нету причин для такого произношения. Мягко, чётко, ясно произносим. «АМХИЛ ХУМ» – и всё. «АМХИЛ ХУМ РУВАЙДА» – при остановке аннулируется «Танвин» и переходит в размере двух огласовок. Здесь удлинение «РУВАЙДА». А маленький «мим» – это для слитного произношения со следующей сурой «Басмалай», которая является «РУВАЙДАМ БИСМИЛЛА». Ну, это, иншаллах, мы об этом говорили. И таким образом, последний раз прочитаем 17 аят. Ещё раз, обратите внимание. «АМХИЛИЛ КАФИРИНА АМХИЛ ХУМ РУВАЙДА». Давайте ещё раз на завершение прочитаем все 17 аятов по тем правилам, которые мы с вами прошли. Итак. «АмХИЛ ХУМ РУВАЙДА» فَلْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدِعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. Ассаляму алейкум. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА